Детское радио представляет Витаминные истории Капусту Как культурное растение Стали в Испании А как люди добились того, что у капусты появились те самые сто одежек? Чтобы вырастить большие красивые кочаны капусты Агрономы много трудились Выбирали самые крупные семена Сажали их в хорошо удобренную почву по берегам рек и озер И все лето тщательно поливали всходы Ой, бабушка, а семена капусты, это что ли кочерыжка? Нет, конечно Но про семена очень хороший вопрос Я тебе расскажу, где хитрая капуста их прячет Слушай внимательно Надо посадить в землю капустную кочерыжку с корнем Из нее вырастут высокие стебли Украшенные кистями желтых цветов Осенью вместо цветов образуются плоды Стручки с круглыми семенами Вот из этих семян выходят новые капустки Здорово! А еще капусту очень любили древние греки и римляне Она для них была лекарством от многих болезней А для жителей древнего Египта Отварная капуста была сладким блюдом И они ели ее только в конце обеда на десерт Да и на Руси капусту всегда любили Сколько поговорок про нее придумали Вот, например, ни один род без капусты не живет Капусту в России стали выращивать уже в девятом веке А как ухаживают за капустой? Ее надо часто поливать и следить, чтобы в огороде не заводились вредители Например, бабочки-капустницы Чтобы этих насекомых отпугнуть Древние крестьяне между грядок разбрасывали льняное семя А еще по углам грядок сажали крапиву и произносили Крапиву червям, а капусту нам А в общем капуста неприхотлива Ведь сто одежек защищают ее от холода И кочаны могут долго храниться А когда пора собирать капусту? Собирают капусту обычно в октябре С первыми заморозками Даже такая поговорка есть Капуста последняя из огорода уходит После сбора урожая хозяйки начинают ее заквашивать А я читал, что заквашивание капусты превращалось на Руси В настоящий праздник Он так и назывался – капустник Девушки ходили по домам, пели песни Помогали хозяевам рубить капусту А юноши готовили для хозяев и их помощниц подарки А потом все ели пироги с капустой Да и сейчас мы любим капусту Праздников, правда, по ее поводу не устраиваем Но мы знаем, что капуста вкусная и полезная Больше всего полезных веществ в кочерыжке А в листьях находится каротин, витамин роста А сколько сортов капусты? Сортов достаточно много Но самый распространенный – это капуста белокочанная Которую мы с тобой обычно едим А еще есть краснокочанная капуста Она родная сестра белокочанной Но она питательнее и лучше хранится Ее кочаны очень плотные, красно-фиолетового цвета Прямо захотелось что-нибудь приготовить Но я сегодня у бабушки больше ничего спрашивать не буду Поищу сам какой-нибудь рецепт в кулинарной книге Редактор субтитров А.Семкин